Сегодня активисты из движения «Весна» собрались около дома, где раньше жил Владимир Путин. Они поели тортик, попили чайку в честь дня рождения нашего президента. Но чай оказался отравленным, и все умерли. Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале «Голос. Правда» И с вами я, его ведущий, Олег Бурылов. Сегодня день рождения Владимира Путина. И, возможно, завтра мы узнаем, что какая-то очередная жертва пошла на корм людоедам. А сегодня я хочу прочитать поздравление Владимира Путина от журналиста Ильи Барабанова. Оно довольно-таки примечательно, и советую всем ознакомиться с ним. Когда Россия начала торговые войны с Молдовой, туда с удовольствием пришел турецкий бизнес. А от российского влияния там остался лишь комический президент Дадон и пушкинские чтения при посольстве раз в полгода. Когда Россия повоевала 08.08.08 в Грузии, с удовольствием пришел турецкий бизнес. И прямо сейчас мы видим, что Турция оказывает огромное влияние на Грузию. А Россия продолжает содержать Абхазию и выморшую Южную Осетию. Когда Россия триумфально отжала Крым и развязала новую войну, турецкий бизнес с удовольствием остался работать на территории всей Украины. А Россия продолжает из своего кармана содержать огрызок из 30% Донецкой и Луганской областей. И 6 лет не может решить проблему водоснабжения полуострова, который на глазах высыхает. Россия влезла в Сирию, где успела за 5 лет распять, всех победить и три раза вывести войска. Но турецкие боевики продолжают регулярно доставлять проблемы российской группировки там. Влезла в Ливию, где в этом году турецкие военные с чистой совестью крошили уже российских наемников. При этом открываются границы и турки с радостью зарабатывают на российских туристах. А Путин никак не может себе позволить поссориться с Эрдоганом, потому что тогда из Сирии и из Ливии придется убегать, сверкая пятками. Прекрасно понимая все это, Турция помогает Азербайджану. Какой день подряд бомбить Степанакерт? А Россия остается молчать в тряпочку, продолжая делать вид, что она тут самая мудрая, влиятельная и крутая. Это, конечно, очень упрощенный взгляд на вещи, но скажите, пожалуйста, где я ошибаюсь? Результатом 20 лет правления нашего геополитического стратега стал провал по всем фронтам. Потеря последних союзников и только оппонентов остается травить внутри страны. Чтобы кто-то продолжал верить, что ты грозный и страшный. Следующему руководству России придется долго разгребать все дерьмо, доставшееся ему от предыдущего гениального руководителя. С днем рождения, Владимир Владимирович! Уходите уже скорее на пенсию! Я присоединяюсь к этому поздравлению Владимира Путина. На фоне, кстати, белья, но это белье, друзья, обратите внимание, оно все-таки чистое, постиранное, в отличие от регулярно доставаемого грязного белья Российской Федерации. До свидания! С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды.